Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Дает скоту, дает скоту, пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Откровение святого Иоанна Богослова Глава вторая Ангелу Ефесской Церкви напиши Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. «Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которое и я ненавижу. Имеющий ухода слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорби дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу Пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщлен верный свидетель мой, Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенные, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся. А если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу Феотирской церкви напиши. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности. И воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Феотире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Книга пророка Захарии Глава тринадцатая В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как вжепророков и нечистого духа удалюсь с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившая его, скажут ему, Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец его и мать его, родившая его, когда он будет прорицать. И будет в тот день Устыдятся такие прорицатели Каждый видение своего, Когда будут прорицать И не будут надевать на себя Влосяницы, Чтоб обманывать. И каждый скажет, Я не пророк, Я земледелец, Потому что некто сделал меня Рабом от детства моего. Ему скажут, Отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, От того, что меня били в доме любящих меня. О, меч! Поднимись на пастыря моего И на ближнего моего, Говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, И рассеются овцы. И я обращу руку мою На малых. И будет на всей земле, Говорит Господь, Две части на ней Будут истреблены, Вымрут, А третья Останется на ней. И введу эту третью часть В огонь, И расплавлю их, Как плавит серебро, И очищу их, Как очищают золото. Они будут призывать имя мое, И я услышу их И скажу, Это мой народ, И они скажут, Господь Бог мой. Книга Пророка Захарии Глава 14 Вот наступает День Господень, И разделят Награбленное У тебя Среди тебя. И соберу все народы На войну Против Иерусалима, И взят будет город, И разграблены будут Домы, И обесчещены Будут и жены, И половина города Пойдет в плен, Но остальной народ Не будет истреблен Из города. Тогда выступит Господь И ополчится Против этих народов, Как ополчился В день брани. И станут Ноги его В тот день На горе Елеонской, Которая Предлицем Иерусалима К востоку. И раздвоится Гора Елеонская От востока К западу Весьма Большою Долиною, И половина горы Отойдет К северу, А половина Ее К югу. И вы Побежите В долину Гор моих, Ибо Долина гор Будет Простираться До осила. И вы Побежите, Как бежали От землетрясения Во дни Азии Царя Иудейского. И придет Господь Бог мой И все Святые С ним. И будет В тот день Не станет Света Светило Удаляться. День Этот Будет Единственный Ведомый Только Господу. Ни день Ни ночь. Лишь В вечернее Время Явится Свет. И будет В тот День Живые Воды Потекут Из Иерусалима. Половина Их К морю Восточному И половина Их К морю Западному Летом И зимой Так Будет. И Господь Будет Царем Над Всею Землею. В тот День Будет Господь Един И имя Его Едино. Вся Эта Земля Будет Как Равнина От Гаваона До Римона На Юг От Иерусалима, Который Высоко Будет Стоять На Своем Месте И И Населиться От Ворот Вениаминовых До Места Первых Ворот До Угловых Ворот И От Башни Ананиила До Царских Тачил И Будет Жить В Нем И Проклятие Не Будет Более Но Будет Стоять Иерусалим Безопасно И Вот Какое Будет Поражение Которым Поразит Господь Все Народы Которые Воевали Против Иерусалима У Каждого Исчахнет Тело Его Когда Он Еще Стоит На Своих Ногах И Глаза У Него И Стоят В Яменах Своих И Язык Его И Сохнет Во Рту У Него И Будет В Тот День Произойдет Между Ними Великое Сметение От Господа Так Что Один Схватит Руку Другого И Поднимется Рука Его На Руку Ближнего Его Но И Сам Иуда Будет Воевать Против Иерусалима И Собрано Будет Богатство Всех Окрестных Народов Золото Серебро И Одежды В Великом Множестве Будет Такое Же Поражение И Коней И Лошаков И Верблюдов И Ослов И Всякого Скота Какой Будет В Станах У Них Затем Все Остальные Из Всех Народов Приходивших Против Иерусалима Будут Приходить Из Года В Год Для Поклонения Царю Господу Саваофу И Для Празднования Праздника Кущей И Будет Если Какое Из Племен Земных Не Пойдет В Иерусалим Для Поклонения Царю Господу Саваофу То Не Будет Дождя У Них И Если Племя Египетское Не Поднимется В Путь И Не Придет То И У Него Не Будет Дождя И Постигнет Его Поражение Каким Поразит Господь Народы Неприходящие Праздновать Праздника Кущей Вот Что Будет За Грех Египта И За Грех Всех Народов Которые Не Придут Праздновать Праздника Кущей В То Время Даже На Конских Уборах Будет Начертана Святыня Господу И Котлы В Доме Господнем Будут Как Жертвенные Чаши Пред Алтарем И Все Котлы В Иерусалиме И Иудее Будут Святынею Господа Саваофа И Будут Приходить Все Приносящие Жертву И Брать Их И Варить В них И Не Будет Более Ни Одного Хананея В Доме Господа Саваофа В Тот День Да Не Завидует Сердце Твое Грешникам Но Да Пребудет Оно Во Все Дни В Страхе Господнем Саваофа